Ситуация у нас остается такой же напряженной, без особых изменений. За сутки вновь выявленных лиц с положительными анализами на коронавирусную инфекцию 46. И всего у нас с начала этой инфекции в республике тогда зарегистрировано 652 человека с коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки у нас 30 человек и выписано из больницы. Хочу сказать, что из этих 46 лиц с новой коронавирусной инфекцией подавляющее большинство город Якутск 43 человека. Это в основном лица из ранее уже выявленного круга лиц контактных с ранее заболевшими. Ну а также те, кто с ОРВИ находился под подозрением, тоже был изолирован. Хочу также сказать, что конечно же очень серьезное внимание сейчас мы уделяем вопросам соблюдения руководственного учреждения предприятий режима масочного. Вот здесь я считаю, что и тем, кто у нас ходит в магазины, в другие учреждения тоже надо быть нетерпимыми. К случаям, когда вы видите, что продавцы находятся, например, без масок, без перчаток или в тех же объектах бытового обслуживания в учреждениях, надо об этом сообщать и надо, конечно, с этим бороться. Потому что именно от соблюдения масочного режима, от соблюдения режима дезинфекции в учреждениях во многом зависит от того, насколько быстро мы здесь в Якутске сможем вот эту плату пройти и уже пойти на спад. К сожалению, в основном мы видим, что случаи, когда возникают большие или маленькие очаги заражения, они связаны в основном с нарушениями как раз тех норм, которые предписаны по санитарно-эпидемиологическим нормам. Это касается вот недавних случаев и в Республиканской артиломагической больнице, это касается и общежития Северо-Восточного федерального университета, это касается и частного дома престарелых доверия здесь в городе Якутске, где у нас тоже значительное количество заболевших, порядка 10. И самое главное, что это люди уже пожилые, престарелые, есть и люди за 80 лет, и, конечно, их состояние крайне сложное. Вот сегодня из 10 людей, которые на территории Республики находятся в таком крайне тяжелом состоянии, 8 это как раз пациенты этого частного дома престарелых, за жизнь которых сегодня наши врачи здесь борются. Слава Богу, что пока ни один еще не подсоединен к аппаратам ИВЛ, но вместе с тем, еще раз говорю, состояние их вызывает очень большие опасения, и врачи борются за их жизнь. Поэтому соблюдение этих режимов санитарно-эпилемических норм и в учреждениях, и в магазинах, и на предприятиях, оно крайне важно, и этому сейчас надо всем уделять самое важное, самое большое внимание.